Координационный совет по обеспечению трансфера власти в Беларуси объявил членов президиума 19 августа. Сразу после этого против него возбудили уголовное дело по статье о захвате власти. Но подобное обвинение совет категорически отвергает. Ведь создан он был по инициативе Светланы Тихановской, как ответ на политический кризис и массовые протесты, которые захлестнули Беларусь после президентских выборов. Совет предлагает диалог для осуществления трансфера власти в стране, но для действующих властей это неприемлемо. Власти пытаются таким образом напугать, с одной стороны, участников Координационного совета, с другой стороны, они видят опасность в росте легитимности Координационного совета. Поэтому они стараются максимально подорвать и его легитимность, и работоспособность, и представительность этого совета, опасаясь, что в действительности он будет становиться все более и более легитимной структурой представительства протестующих и получать все большее и большее политическое и символическое значение, что несет опасность, видимо, как думает сегодня белорусская власть. Давление властей на членов совета растет день ото дня. В следственном комитете на допросе уже побывали юрист Максим Знак, представитель статичного комитета МТЗ Сергей Дылевский, экс-дипломат Павел Латушка и юрист Лилия Власова. Завтра давать показания должна будет Нобелевский лауреат Светлана Алексеевич. Ну а двух членов президиума Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского накануне задержали возле Минского тракторного завода, обвинив в незаконной организации забастовок. Это давление очевидное на членов президиума Координационного совета. Вызовы в следственный комитет с точки зрения рисков – это более высокие риски, это уголовное дело потенциальное, но с точки зрения формы давления оно более мягкое. То есть допрос – это все-таки не задержание, не помещение в изолятор, не суд, не административный арест. Но учитывая, что задержания были произведены исключительно членов президиума, мы расцениваем это как такой своеобразный намек, что не стоит заниматься теми делами, которые занимается Координационный совет. Но при этом мы неоднократно подчеркивали, что все, что делает Координационный совет, все, к чему мы призываем, основаны исключительно на Конституции. В последнее время совет все чаще обвиняют еще и в антироссийской направленности. У Координационного совета нет программы, у него нет цели получения власти. Прямо в резолюции написано, что никаких вопросов о внешнеполитическом курсе в принципе не ставится, их нет на повестке дня. Поэтому называть совет антироссийским нет никаких оснований. Белорусы на улицах Минска о деятельности Координационного совета и давлений на него знают. У Ладан страшно, они предпринимают разные спробы запожать всю первую чергу у весь народ, потому что Координационная рада не робит ничего супрадиционного. Это неправильно, это действие с позиции силы, так нельзя. Для консолидации общества нужно, чтобы работали все площадки. Считаю, что это, как всегда, несправедливо, что нужно все-таки отстаивать нашу точку зрения и хотя бы дать нам шанс на разговор, хотя бы на диалог. Я считаю, что это неправильно. У нас не дают вообще людям даже не высказаться, не как-то защитить себя. И в этом этот совет Богу помочь нам. Координационный совет со своей стороны рассчитывает на поддержку белорусского общества. Мы понимаем, какая поддержка есть со стороны белорусов. Не поддержка совета, а поддержка тех идей, которые он каким-то образом заявляет. То есть три основные требования, которые изложены в резолюции Координационного совета, они появлялись абсолютно независимо на любой мирной акции, на любом заводе. Люди писали их своими словами, они сформулированы совсем по-разному. Но везде одно и то же. Честные выборы, освобождение политзаключенных, расследование зверств, которые происходили. Все просто и понятно. На данный момент Координационный совет не смог добиться каких-либо серьезных успехов. Но другого выхода, кроме попытки наладить диалог с властью, сейчас у белорусского общества нет. В существующей ситуации диалог является единственным мирным способом разрешения конфликта. Иной вариант, который есть сегодня у властей, это установление полицейской диктатуры. Введение чрезвычайного положения и ограничение прав граждан в связи с этим. Но введение чрезвычайного положения это катастрофа для страны. Это и экономическая катастрофа, и политическая катастрофа. И в общем-то это ненадолго продлит жизнь этого режима. Поэтому переговоры это просто наиболее оптимальный и нормальный человеческий способ разрешения политического кризиса. Тем временем протесты после президентских выборов в Беларуси не прекращаются вот уже третью неделю. В минувшее воскресенье на улице Минска вышли по оценкам независимых наблюдателей несколько сотен тысяч человек. Спасибо. 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 Спасибо.